Ой-ой, друзья, я думаю, тут есть ценитель металл-музыки. Последователем немецкой тяжелой сцены группа Осовец является значителем в стиле Nef Russian Heart. Неважно поклонникам какого металлического жанра будет слушатель, группа Осовец покорит его ритмичными рифмами, мелодичными и мрачными сэмплами, грубым и тяжелым голосом вокалистов. Огонь и лед, страх и восторг, любовь и ненависть, силу и слезы. Все это вы найдете в песнях Осовец. Ссылка на их группу и на клип будет в описании. Как я отношусь к тому, что панк-группы выступают на коммерческих рок-фестивалях? Также в этом видео я выскажу свое мнение о том, что панки тусят на таких коммерческих рок-фестивалях. Первая, по большей части я отношусь положительно. Я считаю, это хорошая возможность заработать какую-то сумму, тем более для панк-коллектива. В данный момент у нас в России очень тяжело панк-группам выйти на такой уровень, где им бы не приходилось ходить на работу, а заниматься только группой, своим творчеством. Большая часть панк-групп живет именно так. В свободное от работы время им приходится репетировать, давать концерты, ездить в туры, записывать альбомы и тому подобное. И поэтому у ребят выходит всего один альбом в год. И это в лучшем случае. Можно ждать этот альбом годами. Поэтому если панк-группа зарабатывает на таком фестивале какую-нибудь сумму, я считаю, это неплохо. Также есть группы, которые выступают бесплатно на таких фестивалях. Они это делают для того, чтобы увеличить своих слушателей. Вот как вы считаете, плохо, если какой-нибудь рокер после такого фестиваля начнет слушать данную панк-группу. Я считаю, чем больше будет людей слушать панк, музыку, тем лучше. И при этом не суть, какой человек. В целом панк-коллективы, с моей точки зрения, закладывают в массы нужные идеи. Теперь касаемо того, то, что панки тусят на коммерческих рок-фестивалях. Мое мнение, то, что это дело каждого. Я не раз слышал упреки в сторону ребят, мол, ты же панк, а это же коммерческий рок-фестиваль. Лично я сам стараюсь каждый год попасть на какой-нибудь один такой фестиваль, для того, чтобы сходить на те группы, на которые я бы точно не пошел во время их концертов. Потому что, на мой взгляд, они гнут цену. На сегодняшний день я точно не пойду на концерт, который стоит дороже 500 рублей. Не потому, что у меня нет денег, а из принципа. Но я готов один раз в год потратить пару тысяч для того, чтобы попасть на фестиваль и послушать все эти группы. Я даже могу сходить и посмотреть на выступления других различных групп, которых я даже и не знаю. Приведу такой пример. Сигареты и алкоголь – это чистая коммерция. Но никто не говорит тем ребятам, которые употребляют все это, ты же панк, а это коммерция. Подумайте об этом. Люди, упрекающие тех ребят, которые купили билет на фестиваль, на мой взгляд, тратят больше средств за год, чем сумма билета. Ну, вроде все то, что я хотел сказать. Подписывайтесь на канал. Добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Дикобраз. Спасибо. Спасибо.